Слушайте, это точно наш чувак. Садись, подвезу, красотка. Сэм, хай! С вами Юджина, и сегодня мы с вами будем снова играть в My Summer Car. Прошлый выпуск вам очень даже-таки зашёл, да и мне зашёл, потому что я увидел, что в этой игре есть довольно-таки большой потенциал, который мы с вами постараемся раскрыть, попробуем всё, что она нам приготовила, сделаем своё собственное приключение. Но, я думаю, нам нужно начать новую игру, потому что... Ну, у меня мотик глюканул. Где? Куда он делся? И, в общем, я всё запорол. Сейчас мы с умом приступим к выживанию на нашей жёлтой машинке. Пишем наше имя Евгеша. Евгеша готов выживать. Вот мы снова рождаемся в этой машине. И теперь загружается 95-й год. Финляндия, финский маленький городок. Ах, слышите, птички поют на улице как-то мрачновато. В этот раз мы будем с умом, конечно же, действовать. И попробуем собрать машину и не забывать принимать хорошие баньки. Каждую ночь, чтобы от грязи очищаться. Многие из вас советовали в комментариях, чтобы я посмотрел гайд, как собирать машины, потому что тут очень всё продумано, максимально реалистично. Но, уже должны знать, что я не люблю смотреть гайды. Только при крайней необходимости я могу что-то посмотреть, и то я практически этого никогда не делаю. Я хочу понять, как это делать самому. Я никогда с отцом не занимался починкой машины. Так что я сам себе отец, сам всё смогу сделать, мне кажется. И тем более, самое главное, что мы знаем, это когда предмет подходит к другому, там появляется опция поставить, вставить, вонзить, присынить, прилепить. Всё это там есть. Погодите, каталог. Каталог деталей. Можно купить спойлер. Вау. Погодите, это всё? Это весь катанит. Вот ещё. Ммм, мы можем купить колёса, диски. Точнее, а что, у нас тут нет дисков даже? Есть только дискеты. А комп где-то стоял в доме? Может быть, на ней какая-то важная информация? Послание от родителей? У меня, к сожалению, нет компа. Вот как дела обстоят. Очень плохо. Возможно, мне придётся его купить попозже. Когда заработаю очень много денег, я даже не представляю, как тут деньги можно зарабатывать. Включаем свет. Потираем ладошки. И начинаем думать. В первую очередь, нам нужно машину вот сюда затащить. Давайте попробуем использовать вот эту фигню. Это мотор хей хойст. Что-то с мотором связано. Окей. Кажется, мы соединили. Давай, поднимайся, поднимайся. Она не поднимает машину. А, погодите. Если правой кнопкой нажать, происходит опускание. А, понятно. Мы таким образом, видимо, движок сюда запихнём. То есть машину мы так не поднимем. Ладно, давайте, возвращаем обратно её. Ох, она дрожит жёстко. Перестань. Успокойся. А, нет, 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 хватит, хватит. Всё, я вернул в первоначальное состояние её. Пока не трогаем. Давайте смотреть. Я думаю, у меня должны быть все детали здесь. Все, которые нужны. Вот это похоже на двигатель. Так, это знаете, когда покупаешь огромный пазл, и сначала не понимаешь, что с чем соединить. Но нужно просто сделать первый шаг. Соединить хотя бы одну деталь с другой. И тогда всё дальше пойдёт как по маслу. Так, вот это что? Пистон. И сюда ставишься? Как сложно манипулировать здесь предметами. Ну-ка давай, засовывайся туда. Ты же идеально подходишь. К сожалению, не подходит. Ладно, давайте. Главное, все вещи складывать туда, где они должны лежать, чтобы они вместе друг с другом находились. Я чувствую себя человеком, который не первобытный, а первобытный, но уже в будущем. Когда цивилизация рухнула, и он нашёл вот эти все детали, и пытается понять, что за технологии у предков были. Мне кажется, вот эта штука идеально бы сюда легла. Опа! Вот она! Начинается! Начинается что-то похожее на сборку. Давайте попробуем вот эту штуку подержать в руке. Серьёзно? Но мы ещё можем её доставать, если вдруг что. Так, погодите, погодите. Что-то есть интересное. Во-первых, эти штук четыре. Как и четыре дырки. Значит, нам точно как-то сюда их нужно вставить. Нет, показывает неправильно. И в то же время, как будто бы супер правильно. Это сверху закрываться должно, по идее. Вот так. То есть мы можем и вот так поставить. И вот эту штуку, да, мы поставили. Легко. Очень просто было. Но как-то я не понимаю смысл вот в этой прослойке. Зачем она тут нужна? Стоп, погодите. Что-то было. Во, да, она закрывается. Ладно. Чувствую, мы где-то рядом. А это что такое? Ооо, линейка? Да, но мы это все не можем взять. Мы только берем целый кейс. Ладно, пока не будем трогать его. Вот так я ремонтирую машину. Я такой, пока это не будем трогать. И вот это тоже, я думаю, трогать пока не стоит. Может быть, просто все долбануть кувалдой? Ааа, ааа. Как бить-то? Опа, бьется. Хорошо. То есть мы можем, если что, всякие вмятины, да, убирать. Или ставить. Зачем я ее проделал? Давайте посмотрим на нее. Вот. Оп. Что-то... Я сделал какой-то прибор, который вот так вот выключателем хоп-хоп-хоп дрыгать можно. И все это ударом обычной кувалды. Вот такая вот магия. Ну-ка, а может тебя сюда можно поставить? Да что там с машиной происходит? Ну-ка, брось. Она пытается ожить, а я даже тебя еще не собрал. Или она тут дурку мне гонит? Бамблби, это ты, да? Сто пудов, пока я не смотрю, он разбирается и превращается в трансформер, а потом с десептиконами сражается. Окей, давайте будем делать вот так. Раз оно встало, значит так надо. Поставили. Крышкой накрыли, да? Погодите, мы же накрывали. Вот. Потом берем вот это. И как-то оно должно поставиться, но почему-то не получается. Ладно. Кладем. О, нет! Чуть не упало. Стоп! Было, было! Есть! Вот он, движок. А зачем мне эту штуку использовать, если я и так могу его взять спокойно в руки? Так, я вижу, есть трубочка вот здесь и вот здесь. Есть вероятность, что пока что я собрал просто болванку. Но это гораздо лучше, чем ничего. Так. Видите? Вот! Окей. Целый мотор. Но, возможно, нужно ставить вот эти все штуки внутрь него, внутрь этого корпуса. Вот, смотрите. Идеально. Давайте возьмем камшафт. Давай, ставься камшафт куда-нибудь. Ой, стойте, 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 стойте. Погодите. Черт возьми, я же вспомнил, что мне нужно за колесами сгонять. В первую очередь колеса. Потому что там же закроется все скоро. Скорей, скорей. Надо сначала попить. И, я думаю, поедим. Все, теперь у нас голод вылечен. Жажды, ну, немножко есть. Ладно, давайте молоко еще попьем. А теперь срочно на мотик и валим. Мы с мотором почти что разобрались. Сейчас уже машина будет скоро на ходу. Главное, чтобы колеса были. Так. Есть, есть, есть. Нажимаем G, да, и первая скорость включена. Ох, какие лучи. Сюда, Евгений. Блин. Аккуратнее, аккуратнее. Это не может быть из-за пива. Просто скользкая почва. Сцепление с дорогой хреновое. Стой. Дождь, что ли, был недавно? Почему все такое скользкое? Есть. Вторая скорость. Вставай. 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 Почему теперь-то ты не встаешь все у дерьми? Ну, просто меня на жаре развезло, походу. Давай еще раз. Пофигу, на боку поедем. Так, мне нужно выйти из режима. Эм, чтобы он встал сам. Все. Он сам разберется. Вот. Давай, давай. Сволочь. Ой. Я что, все время ехал с этой штукой? Я с подставки-то не убрал, идиот. Да перестань подставка-то, деда, на чё. Я же специально ее сейчас поставил. О, блюдок. Стоп. Стой. Дай мне сесть на тебя. Какой ты... Тварь. Есть. О, блин, это было сложно. Сейчас закроется все. Главное, ехать осторожно. Не переусердствовать. Стойку-то мы убрали? Убрали. Теперь должно быть проблем. Потому что проблему я уже решил. Я так решил, что я ее решил. А значит, она решена. И божественные лучи все еще светят мне. Евгений, давай ты успеешь. Гонка всей моей жизни. Стоп. По-моему, в лопе надо ехать. Оп. Какой финт. Оп. Но все закончилось позитивно. Вспоминаем. По-моему, здесь нам нужно прямо. О, это сосед наш. Привет, сосед. Который живет в тысячи км и от нас. Блин. Кстати говоря, это железная дорога. И там была железная дорога, я помню. Может быть, просто по ней проще будет поехать и как-то сократить. Интересно, тут есть медведи? А есть ли тут олени? Вот он. Вот этот городок. Все, выключай двигатель. Стойка. Идеально. Да почему? Я не успел опять. Сатана. Сатана. Погодите, а это что такое? Какой-то руль валяется. Ой, его можно забрать. Мы можем просто находить предметы. Ладно, надо руль забрать обязательно. Как его положить в инвентарь себе? Ладно, давайте на прицеп. Я, конечно, не за таким колесом ехал. Но тоже сгодится. И кто вообще сказал, что я найду здесь колесо? А, ну вот же оно. То есть целая куча их лежит, и почему я не могу их взять? Тут же никого нету. Что мне мешает украсть? Знаете, есть фраза, деревенский дурачок. И вот в каждой деревне есть такой. И в этой это я. Есть! Есть! Мы не с пустыми руками возвращаемся домой. Главное, очень осторожно ехать. Я очень грязный. У меня фатиг очень большой. Не знаю, что такое фатиг. Но, возможно, это решимость. Моя решимость возрастает. Главное, чтобы моего фатига отхватило до самого дома. Представляю, как это выглядит. Едет чувак на мотике. И держит руль в руках. Врум-врум-врум. Я катаюсь на мотике с помощью руля. Торопиться некуда. Руль уже у тебя в руках. Ты рулишь своей жизнью. Может, рискнуть и поехать по железной дороге? Да, конечно, сделаем это. Я знаю, о чем вы думаете. Сейчас поедет поезд и собьет меня. Но когда я его увижу, я просто отъеду в сторону. Я же не дурак. Так, пора тормозить. Скоро будет поворот направо и дом. Ох, как идеально. Я нашел способ сокращать дорогу. Абсолютно безопасно. Это называется, Евгений сгонял в лес за колесом. И удачно. Эх, дом, милый дом. Домишко мой родимый. Я вернулся. Бросай колесо. А, это... Это руль. Все, двигатель выключили. На стойку поставили. Ох. А я не с пустыми руками, моя дорогая машинка. Я руль принес. Теперь я смогу тебя рулить. У нас был руль. Но у нас теперь руль от GT. Понимаешь? Это гораздо стилевее. Это круче. Черт, у меня был руль с самого начала. О, фух. Тяжелый был день. Фатиг почти что на максимум. О, шлем. Я мог использовать шлем для мотика. Это как-то намекает на то, что я сдохну, если вдруг упаду как-нибудь нехорошо. А, фатига это усталость. Усталость на максимум. Поэтому, как никогда, кстати, сейчас будет принять хорошую баньку себе. Затопить. Попили заодно сразу. А, черпак. Взял. Прыснул. Зачем я это делаю сейчас, когда я даже не начал угли разогревать? Вот, все. Я и в бане не разбираюсь. Я реально думал, что надо просто начать лить воду на камни сейчас. Ай, да, Евгений. Ну давай, пенис, поднимайся. Я буду стоять и ждать, пока он наконец поднимется. Ладно, давайте, пока она нагревается, пойдем в туалет сходим. Туалет. Он у нас вот. Safe and quit. Safe and quit я нажал. Тут можно сохраняться с помощью туалета. Sorry. И сейчас еще раз я зайду. Теперь. Пи. Черт. Нет, брызгай не туда. Стой, хватит. Хватит. Да нет. В раковину остальное. У меня же дом не пачкается? Нет, не пачкается. Все в порядке. Свет надо выключать. Экономить. Опа. Посмотрите, у нас тут, оказывается, есть карта. Мы живем на этом полуострове, по-моему. Да. Мы вот так вот плавали, я помню. Вот этот город Пероярви, где мы были в прошлый раз. Вот здесь, по-моему, магазин и заправка. И еще какое-то говно. И вот на этом шоссе мы в прошлый раз сдохли. А вот Лоппи, где у нас автомастерская. И вот как раз таки мы поехали по этим путям. Блин, как мы грамотно сделали. Я вообще не понимаю, что это такое. Что ж, мы немножко больше имеем представление теперь о мире, в котором живем. Так, ну что там по баньке? Опа, поднимается температура. Отлично. Ага. Хорошо, попаримся сейчас. Давайте выключим на всякий случай от греха подальше. Карабкаемся сюда. О, жарко. О, хороша банька. О, теперь давайте просто примем душ. Смываем с себя грязь всю отпаренную. Ну и давайте не будем врать. Все мы это делаем. Как ты летаешь? Это комар? Это комар уже. Сволочь, а? Как в жизни. О, смотрите. Звонок. Что, реально? Я пытался позвонить всем. Пожалуйста, можешь меня забрать в пабе и довезти до дома? В пабе забрать чувака и отвезти домой. А домой-то куда? Его надо забрать. Это квест на сегодня. Смотрите, погодите. Вот. Я нащупал, кажется, выключатель. В темноте. Вот он. Наконец-то. Фары включили. Где фары? Почему перестали гореть? А, вот. Я опять шлем забыл. А, эта тварь начинает разгораться только когда я еду, да? По-другому никак, видимо. Как, по-вашему, я должен найти здесь дорогу? Друзья, я заблудился в лесу. Я вижу только слегка верхушки деревьев. Ладно, давайте назад ехать. Давайте. Сейчас. Подгазанули хорошенько. Вот. Вот. Сюда я уехал. Как я мог потерять свой дом? Я хочу вернуться обратно домой, чтобы посмотреть на карту еще раз. Хорошо. Красный амбар снова. Мы что-то вокруг него ездим все время. Ладно, тут есть хотя бы дорога какая-то внятная. Very good. Опа. Я нашел дорогу домой. Отлично. Итак, смотрим еще раз. Мы находимся здесь. Чтобы нам доехать до паба, нам нужно выехать к железной дороге и поехать направо. И ехать все время поворачивать направо. Короче, не важно, в какую сторону мы поедем, везде будет одинаково долго. Предлагаю поехать по знакомому пути тогда. Хотя нет, если по ей по знакомому, это не интересно. Нужно новые пути смотреть. Короче, выезжаем на железную дорогу. Прямо по ней едем в ночи. Съезжаем на дорогу. Короче, да, все очень просто и легко. Шлем я забыл. Ой, как хреново будет видно. Но это, по крайней мере, безопасность. Вот, мы тронулись. Уже светает. Не дай бог я приеду за чуваком, а он уже ушел. Так, безопасно стало. С этим шлемом вообще ничего не страшно. Осторожней, выезжаем на железную дорогу. Выезжаем на железную дорогу. Осторожней. Тварь. Не бойся, незнакомец, позвонивший мне посреди ночи и попросивший забрать из паба. Я еду. Надеюсь, тебе сегодня не нужно на работу. Потому что я под утро приеду. А если я на мотике приеду, он сможет сесть ко мне вообще? То есть столько всего, что может пойти не так. О-о-о! Вот это, например! Ну, к счастью, у меня был шлем! Я еду. Усталость на пределе. Но ноль стресса. Это все хорошая банька, потому что... Мы зря поехали по новой дороге, потому что она ничем не отличается от предыдущей. Так, мы выехали на шоссе. Это все-таки отличие какое-то. А, вот шоссе. Выезжаем. Смотреть нужно налево? Не нужно. Блин. Но я не могу бросить человека в беде. Пусть он и незнакомец. Я деревенский супергерой. О, сейчас думаю, а не проще ли было на лодке просто проплыть? Большая вероятность, что так оно и есть. Но как бы я смог его обратно довезти? Я же не к себе его домой буду довозить. И не факт, что он бы пошел бы на лодку со мной. Ну, я бы не пошел с каким-то непонятным челом на лодку. Погодите, чел стоит. Это ты тот, кого я должен забрать? Сейчас, погоди, давай-ка я встану. Сэр, вы в порядке? Очень крипово выглядит. Так, давайте шлем снимем. Фу, запотело все. Может, он меня просто не узнал в шлеме? Это же я, Евгеша. Садись. Багажничек. Паб закрыт. Слушайте, это точно наш чувак. Слушайте, а может, он не хочет без шлема садиться? Сейчас мы на тебя его оденем. О, автобус. Вот, на автобус езжай. Ладно, надеваем шлем. Садись, подвезу, красотка. Я не знаю, что тебе нужно от меня игра. Возможно, он хотел, чтобы я на машине его подвез. Какой ты привередливый. Я, между прочим, фатик свой полностью до конца добил, блин, из-за тебя. А мог бы сейчас спать. Чувствуя, это ничем хорошим не закончится. Надо валить отсюда. Опа, идея. А давайте-ка поедем сразу туда. В то место, где колеса мы можем купить. Отсюда недалеко. Полпути до дома всего. И мы прям под открытие придем, между прочим. Еще один чел идет. Может быть, ты наш клиент? Нет, он сразу в другую сторону пошел. Что это за стремные люди ходят по лесам здесь? Парень, ты куда идешь? Он не похож на всех остальных. Он какой-то очень грустный. Что с тобой случилось ночью в лесу? Только не говори, что ты прям в дремучий лес пойдешь. Да, здесь нельзя пройти. Погодите, мы здесь. Ууу. Наконец-то. О, все открыто. Давайте узнаем, как тут колеса покупать надо. О, здоров. Что вам нужно, молодой человек? Вот, вот детали можно покупать здесь. А как мне колеса купить? Смотрите, готовый движок. Мы можем изучить его. Эта штука сверху кладется. Кажется, я все понял. Кроме как, каким образом мне купить колеса. А, вот брошюрка. Вот оно. Смотрите, стандартная покрышка. Мне нужно две штуки. Опа, будет даже скидка 10%. Я заплатил? Деньги с меня списались. Те мое колесо? Какое ощущение, как будто меня обманули. Я за что заплатил? Вот это вообще штука. Рокер ковер. Заберем. Я рискну предположить, что моя покрышка, которую я купил, она находится дома. Уже в моем гараже. И мы снова не с пустыми руками. У меня проблема. Жажда на полную, голод на полную. И уже красные. Но хотя бы мы уже дома. Скорее, холодильник, дай мне что-нибудь попить. А, стоп, попить-то у меня же есть. Скорей. О, боже мой, спасибо. И сосиски сожрем. Покрышка появилась. Нету ни хрена покрышки. Где она? Надо срочно лечь поспать. О, я прям чувствую усталость своего персонажа. Все. О, я чувствую себя прекрасно. На первый взгляд, может показаться, что выпуск вообще ни о чем. Но на самом деле, если так подумать, мы сегодня... Эм... Нашли руль. Нашли еще какую-то штуку от GT. Что бы это ни значило. Мы сегодня совершили самую невыгодную сделку в своей жизни. Мы заплатили за покрышку и не получили ее. Только, так сказать, почти забрали чувака. Но новый звонок поступает. Это бабуля. Ты можешь мне привезти немножко рыбы, если будет время? Я не хочу идти на озеро со своими больными ногами. Что? А где я? Каким хреном я должен знать, где моя бабка живет? Я не знаю, где моя бабка живет. Что я за внук после этого? Вот она задача на следующий выпуск. Мы должны доставить рыбу бабке своей. Она наверняка живет в лесу. В отдаленной избушке. И я должен за один пойти. Грэмми?